Когда я была маленькая, я свято верила, что на таком пушечном ядре можно и улететь на Луну. Ну, верила, конечно, благодаря Барону Мемхгаузену. Эх, где оно, это детство? В определенный момент до меня дошло, что Барон-то просто веселый выдумщик. Но хотя нет, не только выдумщик, он, конечно же, еще и глубокий философ. В свое время Сократ, как-то мне сказал, женись непременно. Попадется хорошее, жена, станешь счастливым. Плохая, станешь философом. Не знаю, что лучше. Два билета в Тензиатр Россия. Сети Севастополь кино тому, кто правильно ответит на три вопроса по кинофильму «Тот самый Мемхгаузен». Какой человек, по мнению Мемхгаузена, время от времени обязан поднимать себя за волосы? Мыслящий, врущий или кудрявый? Мыслящий. Наверное, кудрявый. Мыслящий, мыслящий, который может импровизировать, который должен поднять себе мотивацию на какие-то дела, сподвигнуть на какие-то именно хорошие поступки, на которые скучные люди, ну просто для них это не в состоянии понять это. На то он и Мемхгаузен. Мыслящий. Мыслящий. Правильно. И вытянулся из болота. Вместе с конем. Вы утверждаете, что человек может поднять себя за волосы? Обязательно. Мыслящий человек просто обязан время от времени это делать. Барон считал, что юмор полезен. Шутка, конечно, жизнь продлевает, но не всем. Кому-то продлевает, а кому нет. Скептикам не продлевает, интроверкам, может, тоже не продлевает. Но вообще юмор – это жизнь. Искрометный юмор – это продолжение самого себя. Поэтому если мы не будем шутить, то жизнь наша будет скучна. Ведь не случайно, вот знаете, вот орган есть, такой печень, да? Как? И поэтому, если человек пребывает в депрессии, то печень тоже болеет. Даже все наши горести от того, что вот печень тоже вместе с нами грустит. Поэтому надо быть на позитиве. Надо верить в хорошее. И тогда мы будем здоровы, здоровый теле, здоровый дух. Жизнь продлевает тому, кто смеется, а укорачивает кому? Тот, кто грустит. Людям без чувств твоих, да? Согласна. Кто не смеется, кто шуток укорачивает. Принято. Говорят, ведь юмор, он полезный. Шутка, мол, жизнь продлевает. Не всем. Тем, кто смеется, проливает. А к тому, кто острит, укорачивает. Вот так вот. Что по высказыванию барона Мюнхгаузена? Не каждый может себе позволить. Жениться по любви, казаться смешным, или долететь на пушечном ведре до луны. До луны. Жениться по любви. Не может ни один, ни один король. Нет, не оттуда. Вообще все три версии. Не каждый может себе позволить. Потому что и по любви тоже не все женятся, извините. И по наедре так уж тем более. Не только тот человек, который мыслит, понимаете, творчески, действительно, может все это совершить. Или позволит. Позволит себе. Не позволит, а позволит. Казаться смешным. Дорогой, дорогой мой. Во всяком случае, город перестанет смеяться над вами. Жаль. Я не боялся сказаться смешным. Это не каждый может себе позволить. Ну, что я вам скажу. Нашли мы наших победителей. Два билета в кинотеатр, Россия, сети, Севастополь, кино. Ваши на любой абсолютно выбранный вами фильм. Я понял, в чем ваша беда. Вы слишком серьезны. Умное лицо – это еще не признак ума, господа. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь.